Люди, которые болеют, они склонны к ржанию. Но здесь изумительно. Начиная от техники, какую я здесь увидел, я не предполагал, что она такая может. Отношение персонала. 72-летний Владимир Бальзанов приехал лечиться в Центр медицинской радиологии из Оренбургской области. Диагноз «рак предстательной железы» ему поставили неожиданно в прошлом году. Димитровград направил лечащий врач. Человеку в белом халате доверился полностью. Рассказал ехать, значит надо. Значит, тут вылечат. Все познается в сравнении. Мне приходилось, не часто мне приходилось и самому лежать в больницах, и посещать больных. Но если бы у нас в России были такие центры, еще это было бы замечательно. Я представляю, сколько это стоило бы. Это можно быть благодарным нашей стране. Пациенту из Оренбурга назначили курс фотонной и протонной терапии. Последний метод является уникальным в лучевом лечении онкологии. А в ряде клинических случаев у этой терапии нет альтернативы. Принцип лечения основан на так называемом пике Брега. Это график, который отражает потерю энергии пучка в тканях. Это значение можно рассчитать, а самое главное, с помощью метода протонной терапии реализовать, что это дает для пациентов и для врачей. Это дает возможность подведения максимальной дозы в мишень и минимального облучения окружающих органов и ткани. Такой вид терапии позволяет лечить любую онкологию. Только в прошлом году курс протонной терапии в центре получил 831 человек. В среднем пациенты на протонной терапии находятся порядка 30 дней. В среднем Ульяновская область нам дает порядка 32% от общего количества пациентов, которые проходят лечение. В последнее время активизировалась работа и с онкологическим диспансером. Пациенты Ульяновского онкодиспансера имеют возможность в совершенно спокойном режиме попасть по направлению к нам, получить эту помощь бесплатно. Федеральное учреждение здравоохранения, аналога которому нет во всей стране, работает в режиме замкнутого цикла. А это значит, что пациент с момента первичного приема может пройти все диагностические обследования и получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Дмитрий Алексеев лечится в центре уже год. Мужчина перенес онкологическое заболевание спинного мозга. Сейчас пациент из Краснодара проходит 10-й сеанс химиотерапии. Одновременно находится на реабилитации. За год лечения Дмитрий сменил инвалидное кресло на ходунки. В начале терапии он даже не мог подумать, что снова самостоятельно сделает шаг. В общем, у меня нога была вообще худее, правая худее, чем левая. И получается, за вот этот год мы ее остановили, мышечную массу нагнали и сухожилие растянули. То есть, ну, я прошел длительный путь. То есть, год я здесь лечусь. После протонов мне назначили 12 курсов химиотерапии. В данный момент я на 10-м курсе ушел. Отделение реабилитации занимает почти 7 тысяч квадратных метров. Восстанавливают здесь с помощью механотерапии, электро- и светолечения. Отдельное место в реабилитации занимает вода. Гидротерапия включает лечение душем и ваннами. Начинают массажных, заканчивают четырехкамерными ваннами для конечностей. Отделение водолечения одновременно может принимать до 200 пациентов. И, в общем-то, здесь имеют возможность полечиться пациенты не только нашего города, но и других регионов. Имеют возможность полечиться и восстановиться пациенты с другими формами заболеваний из любых поликлиник и медицинских учреждений нашего города и регионов. Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде укомплектован кадрами на 82%. За последние полгода сюда приняли 15 врачей. В том числе и Сызрани, Вольска и Москвы. Ринат Алиулова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ из Димитровграда.